так друзья давайте еще походим по саду железово это молодой сад он был посажен 15 году и позже вот ну что из этого получилось вы видите сейчас давайте чуть подробнее итак несколько слов про кровновидное яблони не могу успокоиться от того что когда подходит человек с пилой там с ножовкой бывает уже с бензопилой мощный и говорит так ребята неправильное дерево выбирает из этих двух стволов один а второй который чуть чуть меньше заставляет отрезать вот так это истина это правда клянусь богом и здесь получается страшная рана огромного размера вот у меня есть этот фильм только это а человек сменит себя специалистом вот и так 40 процентов отрезали а посмотрите в целом какой красавица вот скажите что это не колонна но ее проклятие в других садах том что требует чтобы был только один штамп и он плодоносил а у них есть такое свойство именно у колонновидных яблок да вообще у всех яблок два-три года и больше это место вот смотрите видите больше на ней никогда не будет цветов цветение педеса выше а то что будет 15 лет его здесь бесконечно будут цветы цветы и все будет здесь сплошной с этот самый слой яблок эта сказка рассчитана дураку идем дальше и так отрезали смотрим с этой стороны теперь вот видите и так отрезали 40 процентов то есть штамп который слева теперь смотрим что осталось справа ага вот караул он разделился на 4 снова вертикально якобы надо оставить а вот эти три тоже заподлицо с улыбкой и все это называется обрезка на кольцо тоже уничтожить то есть из оставшегося уничтожается примерно половина из оставшегося то есть за этих 60 процентов 30 исчезает остается 30 теперь поднимаем голову выше кто разрешил этой ветке вот здесь вот плодоносить должен вот этот штамп вот он на нем уже нет ничего он свое от плодоносил но требуется якобы он будет продолжать плодоносить а вот это отрезается вот здесь еще страшная рана из этих двух остается опять но эту мелочь убирается само собой вот это потоньше тоже убирается остается вот это вот она не уже тоже нет этих плодовых образований нету и быть не может и это же время прошло почему первый год второй год третий год четвертый год вот эта часть выросла на четвертый год а там он пятый и шестой и седьмой я говорю пятнадцатом году я купил участок поняли вот этот дурь вот это непонимание что вот это вот уже плодов не дает не дает нет так уж получилось самопроизвольно на фотоаппаратик видеокамера отключилась ну еще раз глянем на него видите да вот и так все это должно быть уничтожено до 90 процентов оставить голый без плодушек без плодовых образований вертикальный самый из них вертикальный ствол глупость несусветная но это происходит на наших глазах подразумевается что это колновидные яблони и карлики на колновидные яблони номер два если это хотя бы похоже на колновидку это правда колновидка но она не может без боковых веток это дурь что ветки надо убирать вот некоторые в отчаянии говорят вы на это специалиста я не раз такое видел и читал и слушал вы нас обманули дает боковая ветка что с ними делать отрезайте а положение всегда переходит на боковые ветки видите тем более что качество к это колновидное яблони баргузин вот они бывают более похожи на эти самые образования на к колонны но все равно все переходит на боковые ветки видите он они но это остатки уже урожай был собран вот и вот она этой вообще колновидность уже и не пахнет но название тоже официально колновидная яблоня баргузин и кроме всего прочего что нельзя отрезать боковые ветки по отношении переходят с центральной на боковые и они должны продолжать жить потому что они развиваются и вот здесь отрезать величайшая глупость вот и второе замечание я смотрю как продают саженцы колновидных яблон по эти странные люди я уже боюсь материться меня ругают иногда вот эти странные люди даже на метровой колновидки делают 50 сантиметров голый штамп то есть вычищает там листья вычищают все эти самые вот короче вот именно вот на этой вот моей колновидки я обязан был вот эту ветку боковую уничтожить и вот при продаже эти ветки все уничтожены здесь как нарочно вот взяла и засвела видите ну зачем его не сажать вот этот момент осветили вот и может быть чтобы у нас не получались длинные фильмы сейчас мы на колновидках и закончим вот ну ладно еще покажу это самое это просто уже невысокие яблони вот смотрите они плодоносят вот видите вот это один из самых сладких на свете сортов называется яблони медовая или медовая вот вы даже когда возьмете его да вот так вот вы даже видите она насыщена сахаром вот вот попробуйте почувствовать вот что это такое но главное качество отличие она привита на корневой отводок то есть яблони дают корневой отводки где-то в метре раз у у меня таких полно а метр через полтора еще одна еще одна под она отрезается перебывается пуповина и она-то не являясь микро этим самым карликовым подвоем специальным когда палка втыкается и обрастает корнями это самая такая для россии для холодной самый подлая вещь на свете но люди которые покупают они этого не знают вот сенцевая да вырастает огромное яблони вот у меня видите вот это вот это всех это линский абрикос посадка косточкой в пятнадцатом году видите вот так вот у меня яблони такого достигали и сейчас у меня есть такие груши такой высоты но они почему были на сенцевых подвоях а это корневой отводок где-то в метре вылез я его это перерубил пуповину желательно сковом земли привил и посадил и вот получилось вот это я считаю шедевр но главное что он не дает огромные приросты все это в доступности ему примерно пять или шесть лет можно даже посчитать да где-то 5 или 6 лет расстояние между ярусами небольшое это значит что у него сдержан рост вот вот еще парочка висит но это уже маленькие на них не позарились видите а большая ну гостей хватает никто мимо не прошел вот и получается что именно сдержан рост с помощью помощью корневых отводков вот это хотел ответить что здесь корневой отводок что здесь корневой отводок вот они все рядышком вот эту которую я защищал от этих садистов и вот здесь корневой отводок вот еще одно это правда сюда затесалась слива роскошная венгерка и вот он снова на корневом отводке и уже высота у него метра 3 до метра 3 и уже оттуда яблоки падают но все-таки многие яблоки как называется доступности вот видите я достаю до него вот это еще это и этот сдержанный рост позволяет иметь а максимум надавала два ведра но это же полукарлик видите она практически дальше не растет вот у него есть желание еще дальше не расти почему корневой отводок это ограниченный рост корней ну вот пожалуй это будет один сюжет а сейчас я вас познакомлю еще кажется с грушей гигант и мы тут и бываем но и то то не покажу то то не покажу пойдемте искать грушу гигант